Девятое сентября, Всемирный день красоты. Какими новостями он отметился, расскажем в автографе дня. С вами Михаил Меньшанин. Добрый вечер и смотрите сегодня. Группа общественного контроля проверила базу ЕЛЦ и фокус 17-й школы. Впечатления разные, но в чью пользу? Вместо обычных уроков – эко-квесты. Как в Архангельске проходит проект «С любовью к природе». Экология оказалась в центре внимания правительства региона. Там говорили о воспроизводстве лесов. В Архангельск вернулась творческая экспедиция. Где и за какими красотами по морю охотились художники? Два объекта и два совершенно разных впечатления. Группа общественного контроля проверила базу ЕЛЦ и физкультурно-оздоровительный комплекс около 17-й школы. Об итогах расскажет мой коллега Аким Самедов. Работа группы общественного контроля началась с базы ЕЛЦ, который получил благодаря нацпроекту «Экология» в последние три года почти 400 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники. Тут есть и вездеход российского производства «Трекол», тягач на базе Урала и, конечно, малый лесопатрульный комплекс «Вазик». Однако дефицит тоже чувствуется. В гусеничной технике, да, есть дефицит учреждения в гусеничной технике для тушения лесных пожаров, но есть и проблемы с их изготовлением. То есть мы мониторим рынок этой техники. Мы покупали МСН, купили несколько единиц. Они тоже себя зарекомендовали хорошо, но тяжелая техника для болотистых. Почва немножко не подходит. Для центра, однако, важна не только техника, но и компетентность специалистов. Парашютно-десантная пожарная служба комплектуется ежегодно. Также планируется обучить летчика-наблюдателя. К слову, стоимость таких курсов составляет около полутора миллионов рублей. А вот на пожарно-химической станции есть дефицит водителей и трактористов. Но в целом, по словам специалистов, сезон прошел достойно. Лето было у нас очень жарко и показало, что у нас не было таких глобальных проблем с пожарами в лесах. Все это своевременно выявлялось. Самое главное, что своевременно тушилось. И благодаря закупке техники, которая закупалась, надо отдать должное и руководству и самого учреждения, что в свое время подготовили и тех заданий, документы, закупили эту технику. Иное впечатление произвел на общественников физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа около школы номер 17. Результаты работы подрядчика пока далеки от совершенства. Покрытие в некоторых местах разошлось, швы не герметичные, есть вопросы и по самому проекту. У нас есть вопросы к качеству предоставленного спортивного оборудования. Оно еще год не отстояло, его еще не сдали, оно уже разрушается и уже пошла ржавчина. У нас также к компании «Магнум» вопросы по трибуне, которую они смонтировали, дали техническое задание, а оказывается, как говорится, закладные детали, сам фундамент даже не соответствуют. Я думаю, что когда вот сейчас заполним чек-листы по недостаткам, конечно, будем писать и предложения, и потом обсуждать на проектном комитете. Обязательно будем докладывать и губернатору Архангельской области о том, что таким образом здесь проходят работы, какие есть проблемы. Потому что проблемы и у руководителя получается образовательной организации, каким образом начинать учебный год здесь. Отметим, что бюджет комплекса составляет почти 26 миллионов рублей, а исполнитель уже не в первый раз сдвигает сдачу. Последний назначенный срок до 15 сентября. Аким Самедов, Денис Линчевский, Регион 29. АЦБК вошел в состав рабочей группы Рослесхоза по внесению изменений в лесной кодекс. Группа создается, чтобы выработать рекомендации и предложения по вопросам совершенствования лесного законодательства. Как отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти АЦБК Николай Кротов, комбинат совместно со своим генеральным поставщиком сырья, холдингом «Титан», разработали дорожную карту. Она поможет улучшить организацию лесопользования и включает комплекс изменений в ряд статей лесного кодекса. Так, предлагается внести в документ положение о том, что развитие инфраструктуры на землях лесного фонда осуществляется на принципах государственно-частного партнерства. Кроме того, право арендатора лесного участка на продление договора аренды до 99 лет сделать возможным при условии реализации приоритетного инвестиционного проекта. Николай Кротов также подчеркнул необходимость актуализировать положение лесного кодекса в контексте поручений президента страны. Для школьников вместо овощных уроков – экологические квесты. В Архангельске открылся проект «С любовью к природе». Охотники и рыболовы по морю рассказали ребятам о северной флоре и фауне. Подробнее в сюжете. Первые уроки и уже интерес виден в глазах этих юных познавателей природы. Большинство ребят с лесами нашего региона уже хорошо знакомы. Не раз ходили по грибы да по ягоды. Знают школьники, что там может подстерегать и опасность. В лес я хожу не очень часто, но иногда летом я приезжаю в деревню. И раньше мы ходили за грибами, а сейчас там ходят медведи, и к деревне они тоже подходят. Поэтому сейчас мы в лес и ядко ходим. Но в лесу мне очень нравится собирать грибы и разные ягоды. На уроке детям рассказывают о флоре и фауне Ахангельской области, а также учат ориентироваться на местности. Мне понравилось, когда показывали мишек, потому что мне нравится это животное, оно красивое. А ты в природе встречала мишку? Я, к сожалению, нет, но мой папа, он работает лесником, любит природу. И он встречал уже несколько раз медведей, и они никогда его еще не съели. Школьная жизнь разнообразилась такими познавательными уроками благодаря грантовой поддержке губернатора. А проводят их победители конкурса охотники и рыболовы из общественной организации «Поморье». Проект нацелен на адаптацию ребят 2-4 классов, это 8-11 лет, ориентировочно, на правила обращения с природой, чтобы они знали, что полезно в лесу, что вредно, что опасно, чтобы в целом у них появилось такое мнение, ну, мировоззрение, наверное, да, и чтобы, в принципе, они могли определить по тем же следам, которые также, в принципе, на практической части будут показаны, чтобы могли определить, какое животное прошло. Теоретические знания дети чуть позже закрепят на практике. Этой осенью они вместе с охотниками и рыболовами поедут на специально оборудованные площадки в холмогорские угодья, где смогут полностью окунуться в мир дикой природы. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. О любви к природе говорили и в правительственной области, причем о любви промышленной. На специальном совещании представители научно-исследовательских институтов, профильного министерства и Федерального агентства лесного хозяйства обсудили интенсификацию использования и воспроизводства лесов «Поморья». В тему погрузилась Лидия Папуш. Согласно задачам национального проекта «Экология», к 2024 году все регионы страны должны выйти на показатель один к одному по использованию леса. То есть на одно срубленное или уничтоженное огнем дерево должно приходиться одно посаженное. Это называется интенсивное воспроизводство. «Не бывает интенсивной рубки без соответствующих способов воспроизводства лесов. Чтобы все это было гармонично, чтобы лес использовался не просто как месторождение бревен, но и среда для обитания животных, и используются методы интенсивного воспроизводства». Сейчас в Архангельской области показатель лесовосстановления по отношению к вырубленным деревьям составляет 87%. А по словам министра природных ресурсов и ЛПК региона, к концу года эта цифра будет 97%. Что важно, все чаще для лесовосстановления применяются новые технологии и саженцы с закрытой корневой системой. «Это саженцы, которые обладают повышенными свойствами, которые вырастут обязательно, будут полноценным лесом через несколько десятилетий. Соответственно, мы должны постепенно, с учетом новых технологий, переходить именно на новые технологии воспроизводства лесов». Сохранить темп лесовосстановления помогут питомники. Об этом мы говорили на совещании в правительстве региона. Учитывая темпы лесозаготовки области, уже в ближайшее время понадобится выращивать 16 миллионов саженцев в год. Вместе с тем нужно менять нормативы для работы лесозаготовительных предприятий. «Необходимо провести измерения в лесу, сходить в лес, реально пройтись этот лес ножками и узнать, чем дышит лес, как он будет дальше развиваться. А на основе этих полевых работ будут уже проведены теоретические исследования». На основе результатов этих исследований создадут новые технологические нормы работы в лесу, утвердить которые должно будет правительство страны. Лидия Папуш, Михаил Меньшенин, Александр Кузнецов, Регион 29. Московские художники вернулись в Архангельской створческой экспедиции, которая проходила в Приморском, Пенишском и Холмогорском районах. А впечатлениях студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки узнаем в сюжете. Еще студенты, но их уже можно назвать зрелыми мастерами, работающими в традициях классической русской школы живописи. «Я думаю, что вот эти работы не стыдно показать в любом музее мира, и это всегда будет интересно и будет привлекать внимание, а значит и будет привлекать внимание и к нашему государству». В экспедиции пять студентов и два преподавателя из Москвы. Миссия на Севере – собрать материалы для проекта «Леса России». Молодые художники в лесах Холмогорского, Приморского и Пенишского районах делали зарисовки, этюды и создавали живописные картины. «Север очень понравился. На Севере никогда до этого не были, не был я тоже. Север впечатлил своей такой суровостью, скажем, потому что дни были дождливые все-таки, но очень интересно, понравилось». «Хотели бы еще вернуться сюда?» «Нет, ну конечно. Мы так как художники. Когда что-то новое увидели, хочется еще раз, еще раз, потому что много есть. Сразу появляются идеи написать». «Тут было достаточно холодно, но это все равно не отразилось на работах. Отразилось, конечно же, как по колориту. Тут такой холодный колорит. Красивые места нас отвозили в Тарканилоге. Прям очень красивые скалы, как будто бы, я не знаю, где-то за границей побывало русский север. Очень красиво, приятно». Свои работы участники экспедиции представили на творческой встрече в детской художественной школе. «Этот проект организован совместно Агентством лесного хозяйства Российской Федерации и Академией Сергея Андреяки. Проект называется «Леса России». «Он должен подчеркнуть все величие наших российских лесов, показать, какие леса в разных регионах и тем самым популяризировать лесную отрасль и отношение людей к лесу». Красота и величие русского севера всегда привлекала мастеров искусства. Сюда приезжал известный художник Игорь Грабарь, отсюда родом Александр Борисов, который покорил мир ценителей живописи своими арктическими пейзажами. И вот теперь слово, а точнее кисть новому поколению, которое также очаровано красотой студенного севера. Александр Богданович, Ольга Красулина, «Регион-29». Итоги летней кампании по временному трудоустройству подростков подвели в областном центре занятости. Как справлялись ребята и насколько охотно работодатели нанимают школьников, узнала Мария Кузичева. На протяжении всего лета специалисты областного центра занятости и его районных отделений помогали школьникам и работодателям найти друг друга. Няндамский отдел, например, в этом году привлек к сотрудничеству 14 организаций района. Из них 11 – это ИП, а также трудоустроили 132 подростка. Ученики школы номер 2 в Няндаме уже не первый год подрабатывают летом. В этом году я работал в нашем трудовом лагере и нарабатывал часы, которые так и хотел давно заработать. Работать было очень хорошо, все устроено для работы и поощрялось средствами. И я осуществил все свои цели на лето. Занимался я там починкой забора и помощью выносов школьного инвентаря из мастерских. Также еще одна причина, почему я пошел на трудоустройство – это денежные вознаграждения и трудочасы в трудовой книжке. Руководство школы также участвует в трудоустройстве своих учеников. В этом году мы еще выиграли конкурс на получение субсидий из Архангельского областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства несовершеннолетних на территории Архангельской области. Ребят устраивают в социальном партнерстве с администрацией Няндамского муниципального района и с местным отделением службы занятости. Наша задача заключается в том, чтобы в банке вакансий Центра занятости появились вакансии для подростков. Для этого мы проводим большую информационную работу с работодателями, рассылаем информационные письма, организуем встречи с работодателями в индивидуальном формате, проводим заседания клуба работодателей и ярмарки вакансий. Мы приглашаем к сотрудничеству всех работодателей. Служба занятости сделала немалую работу и по направлению базы вакансий. А для удобства на сайте Архангельского областного центра занятости населения открыт новый раздел «Временное трудоустройство несовершеннолетних». Следующим летом работа в данном направлении продолжится. А благодаря созданию современного кадрового центра работы в России на базе Архангельского отделения занятости появятся новые возможности для трудоустройства юных северян. В результате проведенных работ за три летних месяца с июня по август 2021 года в регионе трудоустроено 2640 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 2621 подростку была назначена материальная поддержка от службы занятости дополнительно к заработной плате. При этом около 80% подростков получили профориентационные услуги в рамках социального проекта «Юные помощники». Дарья Евграфова, Аким Самедов, Светлана Михеевская, Наталья Перцева, Регион 29. Это все новости на сегодня. Напоминаю про нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь и узнавайте о жизни региона первыми. Я же благодарю за внимание и прощаюсь. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова